А у вас выбор-то вот учебного заведения чем? Нет, я уехала туда, мы уехали, семья уехала еще когда, только вот первый класс еще намечался, то есть я была маленькая. И уехали в Магнитогорск, поскольку там, в общем-то, отец у меня из Щелябинска, мама у меня из Подмагнитогорска деревенская. Отец был интеллигент по своему, даже по роду своему, а мама была деревенская. Вот они на строительстве магнитки встретились и на всю жизнь, что говорится. И поэтому мама растила нас, переехали когда в Магнитогорск, только после смерти отца она вот пошла работать, все. И там в Магнитогорске уже, я уже искала, где мне нужно поступить в студию балета, сама искала, потому что балетом я бредила с детства. И даже пыталась что-то сама изображать, типа танцев. И когда к нам приходили в гости военные, то даже русские любили собираться, праздники вместе, все. Ну и сейчас любят, почему же любят. Я любила танцевать с военными, но сейчас не так. Любила с военными танцевать вальсы, все. Но студии я не нашла, нашла художественную гимнастику, где я думала, меня научат не только гимнастикой заниматься, но и рисовать. Ну, я не знала, что художественная гимнастика, она первая в нашей студии. Попала я к великолепному тренеру Аллы Семеновны Шелихиной, энтузиастки такой большой. Это была первая школа, даже не школа, просто образовалась небольшая группка. Занималась, потом нашла все-таки балет, занималась параллельно балетом. Между балетом, когда я, балет был на левом берегу, мы жили, Урала, мы жили на правом берегу, я переезжала, переезжала на левый берег, занималась балетом, переезжала опять на правый берег. Но у меня до моего начала еще оставалось немножечко полтора часа бальными танцами занималась, а потом у Хань Докна и приходила художественную гимнастику. Вот, но, в общем-то, я была неплохой спортсменкой. Ну, перспективной, как говорится. Перспективной, да, да. Где я, в общем-то, добилась кое-каких результатов. Ну, тогда сборная России в Советском Союзе, это было неплохо. Потом сборная Боревестника, когда я поступила. Студенческая. Да. Мама меня прочила, чтобы я пошла, ну, так уже складывается у людей, что физкультурное образование – это не образование. Она приглашала последний класс педагогов и думала, что я поеду в Челябинский политехнический институт получать серьезную нормальную профессию. Ну, я тайно от мамы запустила письма свои в Санкт-Петербург, в Ленинград бывший, в Москву и ждала приглашения. И когда уже мне пришло из Москвы приглашение, я думала, куда я купирую. Я уже маме объявила, что я уезжаю в Москву. Ну, мама погоревала, погоревала. Ну, что ж, ее дочь останется без профессии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!